Всем привет! Сегодня посмотрим еще на один способ оптимизации. На один прием, что тоже довольно-таки часто встречается в коде, и можем такое допустить-пропустить, думая совершенно о другом, и в результате делать такие простые ошибки. Ну, это не ошибка, но на пропа производительность она иногда бьет. Смотрите пример. Вот у нас есть цикл, ну функции, вот есть цикл. И в этом цикле мы что-то там сравним. Если что-то мы суммируем, иначе суммируем, короче, выполняем другие действия. Фишка в том, что это значение заходит сюда в функцию. Соответственно, зачем нам каждый раз в цикле делать сравнение этого значения и выполнять что-то, если можно это сделать вот так вот. Это если x, ну если какой-то флажочек true, то запускаем цикл, и вот здесь быстренько-быстренько-быстренько что-нибудь делаем. Иначе же, если флажочек false, то в этом цикле быстренько-быстренько делаем что-то другое. Здесь же у нас, как вы видите, разбивается постоянно, у нас постоянно идут сравнения. То есть, в принципе, наверное, как-нибудь супер-пупер оптимизатор может это оптимизировать. Вот именно к такому решению. Но полагаться на оптимизатор не нужно. Особенно если ваш код кроссплатформенный и предполагается, что будет работать на разных платформах. Вот, вот-вот-вот. То есть, это называется unswitching. Ну, а вот это все, вот эти вот все действия, и это для того, чтобы запутать оптимизатор. Так, так. Ну, надеюсь, идею вы поняли. А теперь давайте посмотрим, посмотрим на результаты на трех разных компиляторах. Но платформа одна. Итак, уровень оптимизации отключен. О, ноль. Ну-ка, ну-ка, что ты нам скажешь? Силенг. Для силенга смотрим свитчинг и unswitching. Опять эти скачки. Я не понимаю, почему так происходит. Ну, что тут можно сказать? Ну, в принципе, unswitching сработал. Ну, ладно, давайте GCC, GCC посмотрим. Так. У GCC unswitching даже больше, больше в среднем занял, походу. Даже больше. Почему такой скачок? Наверное, подождите, в первом... А, скорее всего, потому что... Ну, в кэш, возможно, не попали значения массивов. Не знаю, хотя тут 10 тысяч... 10 тысяч на 4... 40... И тут 40. Короче, должно попадать. Ладно, смотрим на интеловский компилятор. Так, у интела... У интела что у нас? В принципе, разницы нет. Для интела все предельно просто и понятно, да? Хорошо. Сейчас включим... Включим уровень оптимизации 1. Первый. Так. И если... Ну, это не если, это просто, кстати, хотел бы сказать. Если у нас будет все больше и больше, то количество компиляторов можно было бы увеличить. Ну, на самом деле, просто у меня руки не доходят поставить еще IBM-овский компилятор. Он там платный, но там, типа, есть какое-то время бесплатного. Год или меньше, не знаю. Так, я запустил GCC. Теперь наносим C-Lang. Так, что у GCC? У GCC, в принципе, смотрите, на уровне O1 ансвичинг уже, в принципе, дает результаты. Уже быстрее. У C-Lang. У C-Lang какая-то вообще ерунда происходит. Какой-то такой разброс. Сейчас запущу еще раз. Для чистоты эксперимента. Ну, в принципе, в принципе, для C-Lang ансвичинг тоже помогло, да? Но у GCC результат получше. И давайте Intel-овский компилятор сейчас посмотрим. Так, так, так. Что-то какие-то скачки, зараза, происходит. Давайте еще раз запущу. 5, 4, 5, нормалек, нормалек. Для Intel-овского компилятора тоже ансвичинг небольшой выигрыш производительности дал. Для C-Lang тоже есть. И для GCC тоже есть. Окей. Давайте посмотрим на уровне оптимизации O2. И на этом закончим. Так, O2. Бегом, собираемся. Ну, делаем ставки, господа. C-Lang. Так, по C-Lang никакой разницы нет. Возможно, он это оптимизировал и сам. Вот, все возможно. Надо смотреть на ассемблер. Так, ну, в любом случае, для C-Lang, смотрите, результат гораздо лучше. Ну, почти в два раза. Даже больше, чем в два раза, чем для GCC. Для GCC уровень оптимизации O2 разница есть. Мы видим, что без ансвичинга результаты видим с ансвичингом. И теперь давайте посмотрим на Intel, как Intel-овский компилятор справится. Так, походу, надо перезапустить. Какой-то разрыв произошел. Давайте еще раз. Так, ну... Короче, для Intel-а ансвичинг ничего не решает. Блин, смотрите, какие-то разрывы происходят. Что он там делает? О, вроде нормалек попали. Да, для Intel-а тоже разницы нет. Разницы нет. Короче, в этом случае Intel выигрывает... Выигрывает... Так, а где C-Lang-овский? C-Lang 1700. Ну, короче, выигрывает C-Lang на самом деле. У него самый лучший результат. У GCC результат самый худший. И уже C-C компилятор не может это оптимизировать, да? Потому что здесь я предполагаю, что и Intel-овский, и C-Lang-овский компилятор, посмотрев на вот это вот безобразие, из этого безобразия сделал что-то вот типа такого. Вот. Ну, я так предполагаю. Чтобы быть уверенным, надо дезассимулировать и смотреть. Чего я делать не буду, потому что нет времени. Ну, а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайк и комментируем. Всем пока.